Субтитры создавал DimaTorzok Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Есть песни или мелодии, которые всплывают в сознание, которые взбодривают. То есть он как-то, в зависимости от того, на какой энергетической волне он работает, он как будто сам настраивается. И у человека от этого, вот каждый из нас работает на своей, можно сказать, энергетической волне или там в волнах. У него происходит настройка того или иного. Однако здравствуйте, ну что, это у нас запустилось, не подсоединяются вот эти вот жесткие диски. То есть компьютер не подхватывает их, ну а потом переткнешь их, начинает работать. Стареет компьютер, стареет, дружище. И все уж бессиленон. Наш канал, наш канал, наш канал, наш канал. А это была Блонди, я так послушиваю. Тоже мощный. И самое интересное, ритм задает, то есть песенный ритм, он задает, как бы сказать, импульс жизни. Это тоже интересные вещи. Вещи, понимаете, интересные. Очень интересные. А тут что-то, Филипп Киркоров, о геях, шмотках, Евровидении. Ага, ага. Кстати, у меня Sugar Babelow. В 1974 году песенка была сочинена. И так я думал, слушал такой мощный драйв. И, и, и как-то она потерялась. А я, а я пока, комментарии, упоминания. Вот я почитаю, почитаю. Кстати, с алмазом я не знаю. Вот он тут пишет. Сходил на прием к гастроэнтерологу, в частную клинику. Ну и что, что в частную клинику? Что там они же, что-то умнее, что ли? Ну ладно. И вот, вот прописали. Какое-то одно, одну таблетку два раза в день. Крион какой-то, одну таблетку два раза в день. Какой-то дюспаталин одного два раза в день. Хофитон два раза в день. Лактоцин два раза в день. Вот. Я не знаю, что они хотят этим решить. Что, что хотят решить. Вас посмотрел и так далее. Я не знаю, что, какие-то, какие-то вопросы. Конкретно вопрос. Может быть, я там что-нибудь и сказал бы, как говорится, в ту степь. Ну вот, ничего не знаю. Еще не ничего. Ничего. Общий анализ мочи. Ну и что? Вышел на работу. Вышел камень из сфинктера Одди. На неделе прослушал аудиомедитацию. Автор Оша. Разговор сделал. Ну, прослушали, так прослушали. Я не знаю. Если там, что касается с пищеварением, ну, можно там что-то там порекомендовать. То есть, в любом случае. Вот сходил к гастроэнтерологу. Это говорит о том гастроэнтерологу. Это что там у нас. А мы сейчас даже посмотрим. Гастроэнтеролог. Это кто такой? Что за зверя такой? Гастроэнтеролог. Так, это как у меня? Да, гастроэнтеролог. Как видите, я тоже там что-то со мной. Гастроэнтеролог. Гастроэнтеролог. Картинки тут показывают. Так, 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 так. Гастроэнтеролог врач, получивший подготовку области диагностики, профилактики, лечения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. То есть, если пищеварение плохое у человека, что-то там не ладится, и опять-таки надо понимать, в чем это плохое выражается. То есть, ну, начнем так, там, допустим, запор, это одно. Допустим, газообразование, это другое. Какой-то неоформленный стул, это третье. Боли там, допустим, в желудке, это четвертое. Боли в кишечнике, это там пятое. Боли там где-то, допустим, в печени или поджелудочной, там же лежи. Это шестое. И прочее, прочее, прочее. И вот это вот в ритм Десантный наш, десантный Басалон, десятый наш Десантный маторон Вот это вот Короче, я ничего не выбрасываю Все это самое Читаю Так вот Если С пищеварительной системой Какие-то проблемы Надо сначала Вот просто вы так вот определяете у себя, что там у вас Потому что вот эти вот анализы, что-то там показывают И по ним уже косты насудят, ага, там что-то работает Ну вот у вас тело, вот у вас организм, вот у вас сбой в организме Он сигнализирует сбой, чем? Плохое пищеварение, вы там что-то не знаете Ага, поголодали, допустим, денька 3, чтобы там все успокоилось Там, допустим, какое-то воспаление или еще там сбой 3, больше Потом, если у вас слабое пищеварение, начинайте его восстанавливать Восстанавливать такой нераздражающей пищей, легенькой Можно сказать, даже обволакивающей И моно, моно, то есть одно, один продукт за один раз Допустим, кашки только раз съели На следующий раз, если вам захотелось, пускай там мяса там съели Ага, нормально, нормально На следующий раз, допустим, что там у вас может быть? Ну вот я сейчас люблю хурму съел И смотрите, а как переваривает вообще желудочно-кишечный тракт Ваши теленные продукты На что он реагирует? И подбирайте под себя вот так вот и диету, которая меняется Вот сейчас зима началась, я переключился на хурму постоянно Вот мои домочадцы, они, чтобы хурму там не едят По стоку-поскоку А я зато регулярно ем хурму Сейчас пошло дело к тому, чтобы чайок-шиповник с этим самым, с боярышником Заварил ночью, настоял, выпил там где-то литрушечку В течение дня И все Да, дальше там, что касается белка Белок, ну допустим, там кусочек мяса там съели Какую-нибудь там грудинку куриную, отварную Тушеные овощи там попробовали Как, что там, что там Свежий сок в конце концов выпили И тогда становится как-то более-менее понятно и ясно А так, а так, я даже, вот, где тут у нас А так даже, я не знаю, вот, что горшок перенес, пообедал Вареная гречка с сушеной лепешкой Вареная гречка с сушеной лепешкой На мой взгляд, это самое Да, вот, вышел на работу, пообедал в 16.30 Вот, смотрите, пообедал Вареная гречка с сушеной лепешкой Вареная гречка с сушеной лепешкой Это уже какой-то перебор идет По, грубо говоря, крахмалам Так уж я научно выражусь Потом, смотрите, пошел дальше Творог со сметаной И немного квашеной капусты Вместо чая кипяченая вода Ну и что вы сделали? Вы сделали все для того, чтобы ваш желудок и пищеварительный тракт Гастроэнтеролог Ой, я просто, знаешь, вот против вот этих гастроэнтерологов Я чувствую себя действительно каким-то мощнейшим светочем просто-напросто Который не спрашивает, а что человек ест? Он какими-то таблетками тебе напичкал От которых тебе еще хуже будет То есть вареная гречка сушеной лепешкой Раз, она там где-то пошла Потом творог со сметаной Опа, остановили пищеварение И все это там началось И еще немного квашеной капусты Опа, заквасили И все пошло так, как надо И что тогда слушать аудио-медитацию автора Оша «Разговор с телом» О чем слушать, когда вам тело одно говорит А вы в это тело вкладываете какую-то неудобоваримую смесь Сама по себе вареная гречка хороша И сушеная лепешка хороша И творог даже со сметаной хороши И немного квашеной капусты тоже хороши Но все это вместе Тем более, вы говорите, очень такое это самое Веса у вас нету, недостаточно Это все не то В конце концов, я же написал книги Вот, лечебное раздельное питание Это как раз для вас Чтобы вы дополнительно почитали, узнали Что там, что там, как там Как это разделяется Да и золотые правила питания Вот, а так, а так, знаете Вот, вот я все у вас, будем говорить, прочитал Сходил к гастроэнтерологу, в частную клинику Ой-ой-ой Вот он, он прописал То есть, не знаю, он спрашивал А как вы питаетесь? А что у вас? А как у вас? Я, значит, очень При росте 180 сантиметров 60 килограмм вешу О, и врач посмотрел на меня Сказал, надо ставить витаминные капельницы Да, сделанной из крови Панкреатита, милаза, сахар крови Общий бережной Общий налез мочи Это отражает Вот это все отражает работу Неправильно работающего организма Который Работает неправильно Из-за того, что с помощью питания Он расстраивается Он не может переварить Вареную гречку Сушеной лепешкой Творог со сметаной Все это нормально И еще с этого Немного квашеной капусты И вместо чая кипяченой водички Вы залили И пошло брод И пошло брод Да? Пока ехал по дороге Ехал по дороге Начали с боли Сжение поджелудочной железы Она не знает, что делать Еле доехал Думал, ничего сложного не будет Алмаз Бросьте вы все вот это Вот это вот Все это бросьте Вот там Мои книги Лечебное раздельное питание Золотые правила питания И начните питаться Питаться с учетом Особенностей Пищеварительной системы человека Что она может принять И что она может переварить И тогда получается А вот это, вы знаете Вся эта цивилизация Сделала такое Что раньше не было Раньше не было Такого, чтобы Что у нас, грубо говоря Открываем холодильник И у нас там Гречка есть Лепешки есть Творог со сметаной есть Допустим Яйца куриные есть Мясо есть Сыр есть Пашина капуста есть Еще какие-то разносолные Прочее, прочее Там есть И вы думаете О, нормально Я все это загружу Но не было такого раньше Раньше В течение Тысяч лет жизни Наша пищеварительная Система Приспосабливалась К так называемому Видовому питанию Вот она Что-то одно Мы тут Так, а раз съели Больше Другого нет Нет у нас Холодильника Нет у нас Этого самого Склада С этими продуктами Тогда не было И все нормально И все нормально А так Вот это Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Новый день Новый день Наступает Даже сейчас После завтрака Это смотрите Вот Он пообедал В 16-30 А теперь вот После завтрака Это то, что было Значит Или это уже Новый завтрак А, нет Тоже был обед А это даже сейчас После завтрака Вареная гречка С сушеной лепешкой Творог опять Со сметаной И немного Квашеной капусты Зеленый листовой чай Все Так Нет признаков Боли поджелудочной Ну ничего Нет признаков боли Но они появятся Из-за всего Вот этого Вот этой вот Мишанины Естественно Все это появится То есть Так По утрам Стараюсь выпивать Стакан воды Со свиным молочком Питаюсь монотонно Безешлишест Но Монотонно Безешлишест Питайтесь Одним продуктом Чтоб вы Съели И все это Могли переварить И усвоить А не набросать Туда знаете Кучу всего Что это было Для меня секрет Для меня лично Никакого секрета нет Предположим Вышел каменный Сфинктера Одди Или механической Застойной банкроти Сокожеза И так далее И так далее То есть Научитесь Правильно Питаться С учетом Того Что Ваш Организм Может Переварить И усвоить И тогда Все будет нормально Ну Примерно Вот так Знаете Вот я Первый видосик Записал Первый видосик Записал Хорошо Приступим К другому Я Благодарю Вас За то Что вы Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На поддержание Канала Благодаря Продолжение следует